Здравствуйте! В эфире программа «Продвижение и реклама» и ее ведущие Татьяна Тармогина и Татьяна Зайцева. Здравствуйте! В гостях у нас сегодня Эдуард Остроброт, вице-президент по развитию и HR компании «Села». Компания «Села» была основана в 1991 году. Ее основал мой отец и двоюродный брат моего, отца мой дядя. Когда в лихие 90-е был полный дефицит, то отец и дядя начали импортировать в Россию различные товары, одежду в том числе. Постепенно были налажены отношения с поставщиками и они занимались оптовой торговлей одеждой. А в 1997 году был открыт первый фирменный магазин, магазин фирменной торговли одежды «Села». И все покупатели, которые были оптовиками, постепенно превратились в неких франчайзи. А почему «Села»? Я тоже хотела спросить, что это значит? Это израильское слово, которое означает «скала». Так как мы эмигрировали в Израиль в 1990 году, то это слово очень популярное, оно понравилось, в нем есть некий смысл и философия. И отец и дядя решили использовать его для названия бренда. Ну, я так понимаю, что вы никак не коммуницируете его интерпретацию этого слова. «Села» и «Села», так особо потребители не знают, что оно за собой несет. Да, ну, те, кто интересуются, могут зайти в интернет, найти, ну, кто-то да, кто-то нет. И вы представляете такой среднеценовой или даже вот… Я бы даже сказал средний минус по Москве и крупным городам, и средний плюс по регионам, потому что это еще зависит от уровня дохода того региона, в котором находится магазин. Это по цене, а вот по качеству? По качеству мы делаем все возможное, чтобы в рамках этой цены дать максимум в плане качества товара, пошива, материалов. Ткани. Ткани. Делаем акцент на натуральной ткани. Это часть, непосредственно часть нашей философии. Ну, да, мы немножечко как раз уже вот переходим на территорию, так скажем, маркетинга, да, и продуктовую в частности. Значит, я так понимаю, что вы одни из первых игроков, которые вообще вышли на рынок, российские производители одежды. Я так понимаю, для всей семьи, да, и вы представляете женские… Мы российский продавец, производим мы в Китае и в Юго-Восточной Азии, а вот именно продавец одежды на российском рынке, да. И это женские коллекции, мужские коллекции, детские коллекции, верно? Наше целевое ядро – это женщина в возрасте от 25 до 45 лет, есть и старше, но это как бы такое самое основное ядро, которое совершает покупки для себя, своего ребенка и своего мужа. Но это не значит, что и другие целевые аудитории тоже не посещают наш магазин, как бабушки, например, которые покупают внукам, или студенты, вот, или янгстеры. Да, называемые, да, но критическая масса, самое большое количество наших покупателей, это то, что я… А как бы вы охарактеризовали свой бренд, вот буквально одним предложением, что вас отличает от тех конкурентов, которые вместе с вами уже значительно позже, но тем не менее сейчас уже довольно активно оперируют на рынке? Цена-качество, соотношение именно, да, модность и трендовость, и именно акцент на комфорт, чтобы это было и модно, и комфортно, что сегодня одно из наиважнейших, на мой взгляд, направлений, которые есть, потому что из того, что я вижу на рынке, либо оно очень красиво, но его носить очень неудобно, потому что может колоть, там, потеть и так далее. Или очень модно и удобно, но там два раза постирал, и вещи больше нет. И все, и выбросил. Да, или модно, удобно, но очень дорого. А как вы отслеживаете вот модные тренды, как ваша дизайнера? Существует целая индустрия формирования трендов в моде, которые диктуются международными выставками, показами дизайнеров первой лиги и различных сайтов, которые за абонементскую плату предоставляют информацию о том, что будет модно через год и два. Интересно, Татьяна. Потому что все коллекции формируются, то есть мода делится на среднюю моду, которая формируется там за полгода, год, или даже полтора года до того, как она появляется на полке. И мода, которая вот прямо с подиума идет. Так, которая с подиума, она делается быстро, там сложнее делать акцент на натуральные ткани, на качество и на посадку, потому что все происходит в суете. А среднемодные изделия, когда есть достаточно времени, то на все эти вещи можно дать особый акцент. И даже если что-то пошло не так в процессе производства, все это остановить, сделать заново, чтобы не потерять лицо у покупателя. Но у вас, мы так понимаем, есть своя команда дизайнеров, технологов, которые работают непосредственно над разработкой коллекции, луков и так далее. Да, наша команда, которая отвечает за разработку продукции, находится в Израиле. Израильский офис является неким креативным центром, в котором формируется наш продукт, который, на мой взгляд, является главной основой маркетинга и успеха компании в целом. Потому что если продукт будет нелюбим покупателем, то как бы вы его не продвигали, все равно даже если вы человека убедите купить его один раз, второй раз он уже не вернется. А если продукт соответствует пожеланиям покупателя, то за ним будут возвращаться снова и снова. Но вот пожелания покупателя, каким-то образом вы их, те пожелания узнаете? Конечно. Откуда у вас эта информация? Мы мониторим, делаем фокус-группы, различные проводим исследования, мониторим покупательские поведения. Сейчас разрабатываем пилот программы видеоаналитики, которая смотрит за поведением покупателей, опросы. И когда мы формируем коллекцию, мы обязательно привлекаем продавцов, то есть людей, которые находятся в полях, наших полевых офицеров, это директора магазинов и территориальных менеджеров, которые носят в себе ту максимально важную информацию о том, что же все-таки любят люди. А вот российский потребитель, он как-то отличается? Ну, так как мы работаем в основном в России и в странах СНГ, то я вам скажу так, что отличаются даже внутри России среди регионов. Есть регионы, где люди предпочитают более темные вещи, а есть, где более пестрые и яркие. Есть регионы, связанные с температурой, с национальностью, с культурой этих людей. И в каждом регионе непосредственно мы делаем свой срез, и когда мы формируем общую матрицу заказа, она состоит из много разных матриц в каждом регионе. Вы хотите сказать, что условно, те коллекции, которые уходят в Казахстан, они могут отличаться от тех коллекций, которые уходят в России? Да, у нас есть вещи, которые присутствуют везде. Это ядро. И вокруг ядра есть уже направление в зависимости от регионов и предпочтений. Но в интернет-магазине, например, можно увидеть полную линейку. Полный ассортимент. Да, конечно. А сколько у вас магазинов в Москве и в России? В Москве у нас сейчас 33 магазина, а всего у Сэлла на сегодняшний день порядка 430 магазинов. Я так понимаю, что основа вашего философии маркетинга, так скажем, это сам товар, который должен быть качественный, актуальный, однозначно востребованный и, собственно, сам себя продает, сам себя продвигает. Да, это первое, как в Библии, что сначала как бы Бог отделил свет от тьмы, а потом уже сверху наращиваются все остальные вещи, которые обязательно должны присутствовать, такие как лояльность, различные программы, понимание работы с покупателем, работы с ассортиментом, подсортировки. Потому что даже если продукт хороший, а на полке нет вашего размера, вы все равно как бы в конечном результате маржинальность компании не увеличите. Ну а что касается именно таких инструментов, может быть, классического продвижения, вы их используете или вы их сторонитесь по каким-то причинам? Что вообще в этом отношении делаете? Нет, от ситуации. У нас начинается сезон, идет торговля, действуют какие-то стандартные витрины, какое-то анонсирование в прессе, в интернете. Мы делаем каталоги, мы снимаем имиджи и мы позиционируемся. А если по каким-то причинам продажи не достигают того уровня, который был запланирован в годовом бюджете, то начинаются два параллельных действия. Первое – это реклама, чтобы увеличить трафик. Ну и второе, конечно же, это различные акции. Купи что-то, получи скидку на другой товар. Первый – 10%, потом второй – 20%. Ну и все известные способы. А с какими-то еще компаниями взаимодействовали? Да, мы делаем кросс-прома. Причем мы делаем как и с компаниями, торгующими в сегменте FMCG, такими как Центро, например. Мы недавно делали акцию. Также мы делали с цирком Аквамарин. А в каком принципу вы выбираете все партнеров для кросс-сопротажения? У нас есть в департаменте маркетинга отдел, который отвечает за трейд. Трейд-маркетинг. И там руководитель общается с различными компаниями и к нам обращаются, и мы обращаемся. Самое важное условие – это чтобы целевая аудитория пересекалась. Если целевая аудитория пересекается, то шанс сделать трейд. Ну и, конечно же, размер компании должен быть сопоставим. Или это какая-то локальная акция на какой-то определенный город, а не федеральная. И вот я считаю, что залог успеха трейда – это пересечение целевой аудитории. Хотя бы процентов на 70. И это какие-то в основном скидочные акции? Какие-то проценты? Ну, почему? Мы делимся базами. То есть человек, возможно, не покупающий в цели, зашедший в центро, получивший там какой-то купон на какую-то привилегию, на основании этого купона зашел в магазин. Ну и точно так же это работает в обратном. А вы измеряете эффективность вот таких кросс-программ? Да, мы измеряем. Не могу сказать, что это самое лучшее, что может быть, но почему нет? А вот эти акции, они больше работают все-таки на увеличение среднего чека или частоты покупки той аудитории, которая у вас пересекается, и она и составляет ядро и там, и там? Или все-таки на рекрутинг аудитории? Я думаю, что это даже не рекрутинг. То есть человек, покупающий обувь. В чем рекрутинг? Это же не то, что он в другом месте одежит. Ну, условно, расширение вашей... Увеличение трафика, я бы сказал. Увеличение трафика все-таки. Потому что аудитория, если она одна и та же, то плюс-минус это те же люди, которые ходят и к вам. Это увеличение трафика. А вопрос уже, насколько к этому человеку отнесутся внутри магазина, и насколько ему помогут, дадут настроение для покупки, создадут, это уже заслуга нашего персонала и, опять же, команды, конечно. А персонал вы каким-то образом специально обучаете, чтобы он так настроение, идеологию бренда передавал? Мы делаем все возможное. Ну, с продавцами как бы не так просто. Не так просто. Вообще с людьми не хватает. Люди, которые работают и любят свою работу и делают это от души, они быстро идут на повышение. То есть старшая смена, директор магазина и уже территориальный менеджер и так далее. Я буквально сейчас вас на секундочку прерву. Мы на рекламную паузу остановимся и вернемся к вам через несколько минут и продолжим нашу беседу. Рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Мы снова в эфире. Программа продвижения и рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Татьяна Зайцева. Еще раз здравствуйте. Гостем нашей сегодняшней программы является Эдуард Астраброд, вице-президент по развитию HR компании SELA. Здравствуйте. Эдуард, еще раз здравствуйте. И мы закончили нашу первую часть нашей программы на такой интересной теме, как люди, вообще мотивация, что с ними делать, команда. Вот ваше видение на этот ключевой, наверное, один из ключевых вообще аспектов бизнеса и маркетинга и успеха компании. Как нематериально мотивировать сотрудников? Ну, хотел бы начать с того, что я сторонник философии «Кадры решают все». Мое второе высшее образование – это магистратура по HR. И я занимался подбором, мотивацией и развитием персонала в компании все время, что был на руководящих позициях. Ну, потому что я это делал, это не единственное, чем я занимался, но 20-30% своего рабочего времени я уделял именно этому. Поэтому я считаю, что люди являются залогом успеха. Люди сами по себе. Им очень сложно, практически невозможно. То есть их кто-то должен вести. Им нужно объяснять. Им нужно какие-то ситуации рассматривать как кейс-стадии. И никогда не критиковать их прилюдно в присутствии их коллег. И всячески лоббировать подход, что никогда не делить на наш и их. То есть мы все всегда одна команда. Такие фразы, как «ты не входят в зону моей ответственности» – это неправильная постановка вопроса. Попытка перекинуть работу на своего подчиненного или на коллегу из другого отдела. И люди, особенно новоприходящие из других корпоративных культур, из других цивилизаций, очень часто так себя ведут. Потому что это было нормально и принято в других местах. С такими людьми нужно работать. Вы знаете, я что заметила. Правда, немножко отвлеклись от основной нашей тематики. Но все равно вопрос интересный, поэтому закончим. Я заметила, что те бизнесы, которые представлены, как правило, семейным управлением или каким-то наследственным, они как раз-таки пропагандируют тот подход, о котором вы сейчас говорите. Команды интегрированные, комплементарности команды. А корпоративные компании большие, которые подразумевают какой-то там совет управленческий или какие-то акционеры или еще что-то, они как раз-таки уходят от этого в сторону более бюрократического такого корпоративного управления. Четкая зона ответственности. Да, администрирование такие. Да, администраторы, если вот так вот брать по определенной квалификции. Я тоже считаю, что четкая зона ответственности, структура и принятие решений на основании математики, информации и выгоды компании – это самое важное для успеха этой компании. Но я не считаю, что это входит в конфликт с человеческим отношением. Что идешь по офису, все друг к другу здороваются, все друг к другу улыбаются. Люди вообще знают, кто эти. То есть вот у нас, когда приходит новый сотрудник, идет рассылка по компании. Что добро пожаловать, там, Иванов, руководитель такого-то отдела, там, ранее имел опыт работы в таких-то компаниях, хобби у него вот такие-то. Там, добро пожаловать, желаем ему, там, успехов. То есть он первый день пришел, его уже все знают. Это говорим мы про сотрудников, про их мотивацию. А если возвращаться к потребителям, наверняка вы задумываетесь над их мотивацией. Что и каким образом с ними работать, чтобы они к вам возвращались, удерживать их. Есть ли какие-то в этом отношения действия? Да, для покупателей. Мы как раз сейчас, вот в это время, разрабатываем новую программу лояльности. То есть у нас есть программа дисконтов, которая еще тянется. По-моему, ей уже лет 7 или 8, где просто люди получают скидку за то, что они постоянные клиенты и там скидочные карты есть. А сейчас она как-то серьезная, какие-то изменения? Да, сейчас мы имплементируем CRM-платформу, которая анализирует потребление, которая рекомендует покупателям те товары, которые с наибольшей вероятностью им будут востребованы на основании тех данных, которые у нас есть. То есть некая история идет покупок. Да, да. И причем не только это могут быть и мероприятия. Это могут быть и такие же кросс-прома, когда люди обмениваются какими-то данными, которыми можно, потому что есть законы на защиту персональных данных, есть данные, которые можно обмениваться, есть, которыми нельзя. Или люди хотя бы должны дать для этого свое согласие. А канал коммуникации, при этом, по этой CRM-платформе какой? Ну, тут замешана мультиканальность, это и рассылки, и директ-мейл, это может быть просто почта, это может быть электронная почта. Все известные каналы, это могут быть какие-то терминалы внутри магазинов или внутри торговых центров. Сейчас технология очень сильно развивается в этом направлении. Для того, чтобы не быть некой назойливостью по отношению к покупателю, а обращаться к нему примерно столько, сколько он готов принять это внимание. И предлагать ему то, что ему реально интересно. Вот у меня была такая история, что я купил на Амазоне книжку года два или три назад. И начали приходить от Амазона там раз в две недели всякие сообщения. Ну, реально, они предлагали книжки, которые из той же тематики, что я и покупал, и мне эти книжки были интересны, и я как бы эту рассылку никогда не убирал, там, как некий спам. Вот в этом как бы сила CRM-а. Ну, в контекстности и в, как бы, кастомизации, так скажем, да? Конечно, чтобы человек радовался тому, что вы о нем думаете, заботитесь и предлагаете ему то, что ему надо. А вот вы перешли так потихоньку к диджитал-пространству, к цифровым, да, в медиа. Вы что-то там делаете? У нас внутри отдела маркетинга есть направление диджитал, в котором ведутся социальные сети. То есть у вас есть какая-то группа, видимо, да, в соцсетях? Которая постоянно обновляется, постоянно с аудиторией идет некое общение. А вот это вот общение обеспечивают ваши маркетологи? Да, конечно. Есть контент-менеджеры, СММщики, которые этим занимаются. Помимо этого есть SEO-оптимизация, уже направленная на интернет-торговлю. А вот ваши группы и ваш, так скажем, интернет-активность сербовская, она больше все-таки продуктовая или больше развлекающая? У нас есть два департамента. Один – это электронная коммерция. Там все заточено, да, трафик, конверсия, покупка. И внутри отдела маркетинга – это донести до покупателя информацию о бренде, о коллекции для того, чтобы расширить его кругозор. То есть диджитал-маркетинг не меряют напрямую по приросту продаж. По продажам. Да, это просто приближение бренда к людям через каналы диджитал. А вот каким образом вы это делаете? Вы предлагаете какие-то, я не знаю, там… Акции в группах различные, общение, обсуждение, могут быть какие-то жалобы, то есть это работа с негативом тоже. А какие-то, например, лица вы привлекаете, там, например, медийные, которые могли бы образ составить или порекомендовать что-то, исходя из ваших коллекций? Нет, вот это мы как раз не делаем, потому что для селы я считаю, что это на данный момент не актуально. Узнаваемость марки довольно высокая. В основном это направление делается для того, чтобы увеличить узнаваемость марки за счет узнаваемости лица. В интернете как раз это могут быть какие-то лица не совсем медийные, но при этом имеющие большое количество последователей. Например, какие-нибудь фэшн-блогеры, сейчас очень распространенная история. Мы приглашаем их на показы, и после того, как они бывают на показе, они выставляют свой контент. Да, мы с ними работаем, конечно. Медийные лица вот уже более широкого формата, которые, как я знаю, ваши конкуренты, например, многие кто использует. Я считаю, что это дорого, это рискованно, потому что если эта медийная персона, ее репутация как-то может пострадать, будет какая-то скандальная история, мало ли что, то это все может перейти на компанию, а компания тут вообще ни при чем. Это, с одной стороны, риск, а с другой стороны, если узнаваемость бренда большая, то я не считаю, что это востребовано. Вот что, да, делает, например, H&M, что мне очень нравится, это коллаборации. Вот капсульные какие-нибудь коллекции, да, коллаборации. Дизайнеров и делают с ними коллекцию H&M, и не только H&M это делает. И вот в этом направлении мы сейчас рассматриваем различные варианты. С российскими дизайнерами? С российскими, с нероссийскими, с теми, за кем придут. Скажут, что мы хотим эту вещь. Поэтому тут вообще не идет акцент на происхождение этого дизайнера. Самое важное – это способность привести дополнительный трафик в магазины. А с глянцем вы работаете? Да, с глянцем мы работаем, оповещаем о новых коллекциях. Такое стандартное присутствие. Но это больше работа с какими-нибудь там фэшн-редакторами, или это прямое размещение? И то, и другое. И то, и другое. То есть иногда это бывают и развороты, иногда это бывают и... Но, как правило, это идет в комплекс. А если вы не привлекаете медиалица, то моделями для ваших коллекций каталогов являются обычные, собственно, такие ординарные модели? Да, да. Или это могут быть какие-то? Мы снимаем каталог в Израиле. Работаем там с модельными агентствами. Ну, это российские, наверное, девушки должны быть. Ну, там очень много россиян. Поэтому найти там людей модельной внешности, имеющих славянские черты лица, хотя у нас среди моделей и не все как бы славяне есть, и другие. То есть мы не пропагандируем, что это конкретно. Мы просто красивые люди, которые выражают эмоции, которые в рамках этой фотосессии с ними происходят какие-то приключения. Они ездят там в пустыню или там на курорт или еще что-то. Или это лавстори может быть. И вот в фотосессиях каталог, как правило, подразумевает собой некую историю, которую люди, будучи нашими покупателями, точно так же могут воплотить в жизнь. То есть мы не показываем каких-то вещей, до которых покупатели никогда не дотянутся. Все реально. А какие-то проекты на будущий год, может быть, на Новый год или вот на коллекцию уже следующего года весна-лето, какие-то неординарные, может, ивенты, что-нибудь планируете? Ничего такого, что у нас уже как бы закрыто и что можно об этом как бы идут различные разговоры, перезаговоры. Постоянно к нам приходят предложения через сайт для телезрителей. Если они смотрят эту программу, можно зайти, есть обратная связь, можно написать напрямую мне письмо. Очень часто поступают какие-то пожелания, идеи, коллаборации. Бывает, что жалобы приходят от покупателей, от поставщиков и очень эффективно работает. Как правило, это анонимные какие-то сообщения, мы их все проверяем. Бывает, что просто хотят кому-то сделать неприятную вещь, это сразу видно. А бывает, что действительно, благодаря таким сообщениям улучшаетесь. Ну вот, подводя итог нашей программы, которая, к сожалению, очень быстротечна, наверное, можно сказать, что основа вашего маркетинга и философии бизнеса и продвижения рекламы – это, собственно, качество товара, это любовь к своему бизнесу, это человеческий такой подход. И все это вместе обеспечивает и вам процветание вашей компании, и вашему, в общем-то, семейному бизнесу. Большое вам спасибо. У нас в гостях был Эдуард Астроброт, а в эфире программа «Продвижение и рекламу» и ее ведущие Татьяна Тармогина и Татьяна Зайцева. До свидания. До свидания.